Друзья, я реабилитировал эту женщину, и она опять с нами. Я просто по выходным подрабатываю в кавер-проекте песен Валерия Леонтьева. И не успела переодеться. Сразу вспоминается этот прикол про парня, который пришел на анонимно-алкоголики и сказал «Здравствуйте, мне зовут Андрей, и я ненавижу песни Ирины Аллегровой». Все такие «Привет, Андрей, привет, Андрей, привет, Андрей». Ирина Аллегрова тоже так это? Нет, не знаю. Я не жила. Она пела «А я шальная империатрия». Наверное. Так, короче, друзья, не все смотрели прошлый выпуск. Я в прошлом выпуске был в Омске, я там был один. Многие, кстати, в комментариях написали, что это тоже имеет свой плюс. Но один комментарий мне очень понравился. Женщина смотрела с высшей шестилетней дочкой, и она говорит «А где эта девочка с космами?» Она прям так расстроилась. А потом, когда вот в рекламной заставке про пиво-магазин, она такая «У девочки!» Витя, я теперь без косм. Ты радуешь детей. Детей. Это сейчас, когда тебе не нужно в зоопарк ходить. Ну, мы не будем это. Так, ладно. Вот опять потом будут говорить, что я Полину хей-чу. Чу. Чу. Хей-чу. Да, у нас новая неделя, новые новости, новый песочный интерес. Поехали. У нас скоро, уже совсем скоро, Великий пост, Отец Павел. Надо об этом сказать. Четыре подготовительных недели к Великому посту. И, во-первых, я хочу сказать, что у нас будет постный интерес. Ура, да. Но он будет раз в неделю, наверное. Да, он будет раз в неделю выходить. Возможно, будем чередовать с песочным интересом, но постный интерес будет. Перед постом церковь делает четыре подготовительных недели. Неделя о мытаре-фарисее, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде и неделя об адамовом изгнании. Я скажу, как я это для себя вижу, на что меня это как бы готовит. Что неделя о мытаре-фарисее, она мне говорит о том, что не нужно быть высокомерным. Даже если у тебя что-то получается о фарисее, в притче о мытаре-фарисее, фарисей, он был такой, ну, хороший фарисей. То есть он, правда, благочестивую жизнь вёл. Но проявлял высокомерие, превозносился. То есть нельзя превозноситься. Это самое мерзкое вообще для христианина. У нас, кстати, есть видео про высокомерие, можете посмотреть. Неделя о блудном сыне говорит нам о том, что как бы низко ты ни пал, что бы ты ни сделал, всегда есть возможность прийти и покаяться, и тебя примет Небесный Отец. И поэтому никогда нельзя отчаиваться. Всегда есть возможность на покаяние. Третья неделя – это неделя о страшном суде, где вспоминается притча Христа о том, как будет страшно суд происходить. И суть простая, что Господь будет спрашивать нас за любовь к ближнему. По большому счёту, любовь к ближнему – это и есть любовь к Богу. И именно за это будет спрос. И четвёртая неделя – это неделя об Адамовом изгнании, где вспоминается… Адамово изгнание. Почему был изгнан Адам? Адам посчитал, ну, и Еву вместе с ним, что можно вести духовную жизнь без Бога. Напоминает нам перед самым началом Великого поста, что все духовные подвиги возможны только с Божьей помощью. Пост – с Божьей помощью. Молитва – с Божьей помощью. И всё остальное – с Божьей помощью. Именно, кстати, по этой причине мне не нравится вот это выражение «с Божьей помощью» в том смысле, что оно у нас заезжено. И иногда, ну, типа, даже некоторые так сарказм «С Божьей помощью сделал в духовной жизни». Если Господь тебе помогает, у тебя всё спорится. Но если ты считаешь, что ты всё можешь достигнуть сам, и помощи Божьей нет, всё равно будет разочарование, и ничего не будет. Ну, и облом, по большому счёту, то, что называется. У нас, напоминаем, есть видео о Великом посте. Я надеюсь, оно здесь тут появится. В крайнем случае оно будет снизу. Смотрите его, там много полезного. А, кстати, хочу заметить, что в прошлом году у нас же был постный интерес. И в отличие от песочного интереса, где мы обсуждаем новости, постный интерес – это, как говорится, вне времени. То есть мы обсуждали эти темы, которые касались исключительно духовной жизни и Великого поста. Поэтому в этом году мы будем снимать уже новые выпуски постного интереса. Они не будут дублироваться с предыдущими. Но есть... Старые тоже можно смотреть. Да, есть старые видео. Обязательно тоже посмотрите. Мы ещё вам напомним об этом обязательно, потому что там, например, первый выпуск. Очень полезно будет всем посмотреть, кто всё-таки хочет поститься и хочет как-то какое-то на себя взять послушание некоторое. Потому что там у нас первый выпуск про молитву Ефрема Сирина. Вот, если вы всё-таки в этом году решите её делать, то стоит её посмотреть, наверное, заранее. Вообще, я хочу заметить, что мы отсняли очень много вообще раньше очень полезных видео. И, знаете-ка, бывает, они вот уходят куда-то в глубину. Да, да, да. Вот, так порыскать в ленте много чего есть интересного. Да. Роскомнадзор сообщил об инциденте. В ходе этого инцидента в сеть утекли 500 миллионов записей. Я бы хотел бы эту новость совместить как бы с такой приятной новостью, что россияне смогут садиться на поиск по QR-коду уже в этом году. Технологии в качестве эксперимента сначала протестируют на ласточках, а на втором этапе услуга будет доступна на Сапсанах, сообщили РИА Новости в РЖД. Кажется, что здесь можно совмещать? С одной стороны, все вот эти технологии цифровые, ну, как бы, они удобны. Я сам и на самолете летаю, и на Сапсане летаю. Ну, так или иначе, то есть это удобно. Но это все цифра, это все носители, которые не бумажные, в руках ты его не держишь. То есть это все можно назвать вот этой запись в интернет, так или иначе. То есть это твои данные. И когда Роскомнадзор без подробностей, то есть подробности от нас скрыты, просто сообщают, что был некий инцидент, 500 миллионов записей. Что за записи? Госуслуги? Да, какие данные. Да-да-да, уходят в интернет. Просто что бы не получилось следующее, что вдруг каким-то образом какой-то человек по QR-коду проехался за меня из Москвы в Санкт-Петербург на Сапсане или, может быть, слетал во самолете по каким-то цифровым документам. И потом меня вдруг к чему-то привлекают, потому что, вот смотрите, у нас все отмечено. Вот ваш путь, вот вы сюда, вы здесь что-то оплатили, здесь что-то купили. В общем, вопрос технологий, он прям продвигается, потому что это комфортно. Ну, это удобно, да. Это удобно, это типа будущее. Но почему-то вот вопрос безопасности каждый раз, ну, как бы, нам просто кормят завтраками, нас кормят завтраками, что, ребят, все будет хорошо. Ну, вот как, вот как можно думать, что все будет хорошо, когда время от времени появляются вот такие новости, ну, тут Роскомнадзор, как бы это точно не фейк, да. Хотелось бы знать подробности, что за записи, то есть это паспортные данные, данные банковских карт, там, может быть, твои пароли там какие-то, ну, то есть это же важно. Вообще у нас в стране всего 150 миллионов человек, а тут 500 миллионов записей у тебя. И понятно дело, что на одного человека может быть там несколько записей, но мне просто вот интересно хотя бы, где пароль менять, ну, знаете, тоже. Я могу заметить, что, я, кстати, раньше тоже об этом говорил, что есть определенный программ, и я их проверял, и где за 15 рублей ты можешь узнать про людей только по номеру телефона очень много данных. Я лично себя проверял, и там есть определенные пароли, ну, естественно, пароли я заменил. Есть, например, фотографии закрытых каналов, фотографии тоже уже удалил. Ну, то есть огромное количество вещей уже слиты в сеть. Просто слиты. И, ну, в общем, вопрос безопасности, он открытый. В Китае заблокировали аккаунт женщины, которую в июне прошлого года засняли держащийся за руку со своим женатым боссом. Там история была в том, что вот эта женщина, ее засекли действительно с мужем, чьим-то, чужим, и вместо того, чтобы как-то, ну, я не знаю, как-то покаяться, искупить какую-то свою вину и так далее, она начала монетизировать, собственно, свой успех, потому что ее фотография с этим мужчиной, она завирусилась, как бы стала мемом, и на это в ответ китайское общество сказало, мы так не хотим. Я хочу заметить, Полиночка, что там все гораздо прекраснее, с учетом, что все и так знают, что я жесткий борец. Борец. Знаешь, такой еще дагестанец идет. Я тоже борец. Я борюсь с тем, что у нас в обществе нормально относятся к пролюбодеянию. Почему мне эта новость так понравилась? В Китае, когда эта фотография стала известна, уволили, во-первых, этого босса, уволили саму эту женщину, да, то есть были совершены определенные действия, которые само еще, вот сама компания так себя повела, само общество изначально среагировало на это негативно, что мы пролюбодеяние не приемлем, вплоть до таких действий, что человека там лишили работы и подвергли обструкции. И даже потом, когда она стала это монетизировать, потому что некоторые стали ей соболезновать, вот все это какая-то консерватизм, а мы люди современные, и потом также все равно общество вот все это вот так оттолкнуло, и аккаунт был заблокирован. И это, мне кажется, пример от наших китайских партнеров, как нужно поступать. Вот это правильно. То есть, если вдруг ваш босс, да, ходит с любовницей, то это плохо. Это плохо. И по большому счету, мне кажется, что вот, знаете, есть компании, которые, вот они заботятся о своем там честном имени и так далее. Вот в прошлом в «Песочном интересе» я рассказывал про то, как Альфа-банк там поощрил своего сотрудника, который бабушку спас, да. Понятно, почему Альфа-банк это делал, да. Это большая компания, им нужно было как-то вот, ну, то есть, это... Ну, это и пиар в том числе. Пиар, конечно. И черным пиаром или анти-пиаром, да, является... Ну, черный пиар, кстати, это неправильно. Именно анти-пиаром является, когда, например, твой сотрудник, там, может быть, какой-нибудь финансовый директор изменяет свою жену, и об этом все знают. То есть, ведь этот принцип, озвученный Христом, он безотказно работает. Верный в малом во многом верит, а неверный в малом неверен во многом. То есть, если человек изменяет своей жене, бросает там своих детей и так далее, его слову доверять нельзя. И поэтому, если ты с ним там решил пойти там и сделать какой-то бизнес, то ты дурачок. Ну, да. Ты дурачок. Он тебя обманет, он тебя кинет. Он так кинул свою жену. И вот это, ну, кстати, жены тоже кидают своих мужей. Я просто к тому, что вот это пример, который есть в Китае, я просто был бы несказанно счастлив, если это у нас появилось бы в России. Хотя бы вот начал бы как-то двигаться. А тут, знаешь как, тут принцип домино. Ты только начни. Только начни. И это все раскачается. И да, конечно, в начале прелюбодим будет очень сложно. Им придется привыкать. А потом ничего, как-то справиться, покаются, и все станет на свои места. Насколько я знаю, вы были на собрании духовенства Московской метрополии недавно. И там святейший патриарх Кирилл делал доклад, да? Вы его слышали? И я так понимаю, там много интересного было. Нет, Полин, я спал, когда выступал патриархом. Нет, я имею в виду, что я просто... Спасибо, ваше святейшество, такой глубокий сон. Да нет, ну понятно, был хороший... Ну что такое, я не краю это. Я к тому, что были ли вы непосредственно там. Да, 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 я там был. И надо сказать, что были несколько высказанных тезисов, крайне важных, да? Ну, я сначала скажу по поводу того, что святейший говорил, что хорошо было бы священникам присутствовать в женских консультациях. И особенно вот на разговорах, когда, например, женщина хочет сделать аборт, чтобы ее убеждали в обратном, в том числе и священнослужители. И он говорил про то, что правда в некоторых случаях священников не допускают в женской консультации, потому что аборт для некоторых. Просто структура выгоден. Это деньги. Финансово, да, бизнес. Да, и что с этим нужно как-то бороться. И патриарх как раз говорил, что нужно, ну как бы, скажем, несмотря на то, что нам не очень рады в некоторых местах, да, в том числе... Ну, нужно настоять, да. Касаемо абортина деятельности, ну, да, нам нужно где-то продавливать. Также мне очень запало в душу, потому что я буду откровенен. Я на самом деле имел другое мнение на этот счет. Это то, что говорил святейший по поводу подготовки кадров к семинариям. И вообще по поводу подготовки людей к будущему священству. Потому что у меня, ну, наверное, это связано с моим детством как-то или юностью. Я не очень люблю, когда в алтаре есть юноши. Прямо молодые вы имеете в виду? Молодые, да. Ну, подростки, тоже юноши. Ну, потому что там как-то вот бывает, они не очень правильно себя ведут, их нужно как-то обучать. То есть мне хочется в алтаре, вот я вот стою, меня никто не отвлекает, встают же также взрослые мужчины. Но патриарх поднял важную тему, что у нас, ну, как-то недостаточно кадров для священнослужителей. И это связано в том числе, что священники, ну, раньше как-то они рассказывали про священство и призывали ребят, и ребят многие заинтересовывались, и шли потом в семинары и становились хорошим священником. Я сам из таких, да, а сейчас этого нету. И я как-то так вот слушал, и меня даже совесть как-то укорила, подумал, наверное, и правда, несмотря на то, что мне самому приятнее стоять в алтаре одному, когда меня никто не отвлекает, а тут, ну, как бы школа, их нужно обучать. И все-таки мы, наверное, на приходе у себя сделаем школу Пономарей, у нас довольно много юношей, хороших пацанов, и будем их обучать, и чтобы они хорошо читали, и чтобы они понимали богослужение. Здорово. Дисциплина будет, вот в этом смысле, да, конечно, мы будем по очень строгому варианту идти, я прям вот, то есть кто-то будет себя плохо вести, там будет разговаривать в алтаре, и сразу мигом вылетит. То есть все даже вот очень строго. Но если там покажутся ребята, которые вот, это тоже заметил Святейший, если видишь, что человеку, вот ему нравится в алтаре, ему нравится там кадила подавать, он за всем этим следит, в принципе, это знак, что, возможно, это призвание от Бога. Если ему нравится, вот церковное служение. Ну, посмотрим, как у нас это получится, ну, это вот то, что Святейший говорил. Еще много было, на самом деле, разных выступлений, у нас, ну, выступление делилось почти там 40 минут. Мы, короче, доклад оставляем в описании, почитайте, почитайте, полезно будет. Минпросвещение предлагает увеличить количество уроков истории за счет общества знания. То есть я так понимаю, что общество знания станет меньше, а история станет больше. Историю станет больше почти в полтора раза. Да. Если пройдет эта мера. Да. Я, знаешь, ну, я могу понять, почему хотят увеличить историю. Это, в первую очередь, для того, чтобы наши ребята молодые знали историю страны, чтобы, знаешь, как бы такая превентивная борьба с фейкометством, что потом, когда никто ничего не будет рассказывать, что неправду про Россию, ты уже историю знаешь. С одной стороны, это понятно. Понятно, почему сокращают общество знания. Иногда я помню, как мои дети слушали общество знания, некоторые вещи просто были рано. Рано, просто по возрасту. Но, с другой стороны, когда я такие новости смотрю, я думаю, ребята, смотрите, вы для истории находите, то есть полтора раза увеличивают уроки истории, да, то есть вы находите часы. Но почему, с учетом, что президент объявил год семьи, почему до сих пор не находится время для, там, не знаю, подготовки к семье? Пусть хотя бы один курс будет. У нас семьеведение не началось сразу в этом году? Нет, ничего еще не началось. Чтобы это было, например, в 11 классе. И причем, знаешь, по поводу семьеведения это предмет, который нужно будет внимать, то есть если он появится, это были такие предложения. Нужно, конечно, будет внимательно отсматривать, что там написано. Это просто, чтобы было ясно. кто его читает дальше. Да, потому что, например, я тебе как вот, знаешь, сейчас будет такой плевок немножечко в гости у Юлии Меньшовой. Тут у Юлии Меньшовой была некая женщина, называвшаяся психологом. Конечно, психологии там было мало, что. Тут как раз я даже психологию защищу. И там она рассказывала про то, как, значит, вот у нее там внук ругается матом, и она, внук объясняла, что ругаться матом нехорошо, потому что там, дескать, когда тебе это будет потом мешать в жизни, в том смысле, ты, например, в книжке напишешь матовое слово, ты не сможешь книжку издать и так далее. Но основная мысль в том, что вот все, что запрещено законом, это плохо. Все остальное, если разрешено, то это нормально. И у меня здесь возникает вопрос, ну, вообще-то у нас, например, то же самое при любодеянии не запрещено. Ну, да, да, слабо-то. И много чего у нас, у нас зависть не запрещена. То есть много каких-то вещей, которые, ну, и знаешь, эта тетенька сидела, и она прям так вот, у него хорошо подвешен язык, такая она прям яркая. Я понимаю, почему слушаю, там миллион уже просмотров. Ну, несла на бред. Я прям послушал некоторые вещи, о которых более-менее я сам разбираюсь, но я категорически не согласен с тем, то, что она несла. Юлия Меньшова здесь ни при чем, но очень жаль, что эту тетеньку запиарили. И в этом смысле мне бы хотелось, если вдруг было бы семьеведение, конечно, что там будет. Но жалко, что его нету. Ведь то, о чем говорит Министерство просвещения, это собираются сделать. А про семью никто не говорит. Вообще-то у нас вот год семьи, у нас большие проблемы с тем, что люди не знают, как вести себя в браке. А хорошо было, чтобы это было. Вот прям очень хорошо. Короткая, буквально минуточка рекламы. У нас появился мерч. Наш мерч вы можете купить в двух местах. Оба места будут указаны внизу под этим видео. Если вот вы хотите такое худи, например, здесь написано «Все суета сует». Еще у нас есть «Всему свое время». Не стучите в мое дно снизу. В общем, много разных самых принтов, разных цветов. Заходите, смотрите. Это будет одна ссылка. Потом шоперы. Да, шоперы. Тоже в этом магазине продаются. Это, кстати, рисовала моя дочка, Василиса. Да, это классно. И еще там есть разные всяческие наименования. Заходите, смотрите. И еще у нас есть магазин на Озоне. Там вы можете купить наш мерч. В ближайшее время будет очень большое пополнение ассортимента еще тем, что связано с нашей мангой. И уже сейчас есть всякие значочки, браслетики чудесные, кружки, кофе-пицца, чаи-пицца. Все вот это есть. Заходите, покупайте. Это все помогает нам содержать наш храм. И еще отец Павел у нас человек талантливый, поэтому успел написать какое-то невероятное количество книг. Короче, пишла новая книжка «Неизвестная Библия» или «Как полюбить Писание». Спасибо, кстати, редактору Леониду Виноградову, который мне помогал это делать. Читайте, эта книжечка новая. А вот книжка «Первые шаги к Богу» я хочу особо на ней остановиться, потому что ей уже примерно год. Да. И книжка проверена. Оказалось, понимаете, как мне сложно делать первые шаги к Богу, потому что они у меня были много лет назад. Но люди говорят, что прям вот реально многим неверующим это помогает. Так что книжка проверена, настоятельно рекомендую. Ну и ссылочка на магазин, где можно купить, уже все внизу оставляется. Все ссылки в описании. Приходите, покупайте, помогайте нам вести наши дела. Это нам очень помогает в самых разных позитивных миссионерских делах. Да? Да. Да. Все. Берегите себя, друзья. В Казани открылись игры будущего. Это первые фиджитал соревнования. Что такое фиджитал? Фиджитал – это от слов физикал и диджитал. То есть там люди, например, фиджитал хоккей или фиджитал футбол, они сначала, значит, в приставочку играют. Ну, словно, диджитал вот эта часть, это игры компьютерные прям. А потом выходит непосредственно на лед, на поле. Плюс там еще есть всякие соревнования по лазертагу, по танцевальным симуляторам. В общем, есть, поищите в сети, там много прикольного. И это вот совершенно какая-то такая новая тема. Ну, хочу заметить, что это не только прекрасно, но это, знаешь как, это адекватно под реалии мира. Потому что, например, конечно, вот если мы берем древние соревнования, там, греки, да, вот или там, метание молота, да, то сегодня метание молота, ну, конечно, это есть такие соревнования, но насколько это актуально для, там, молодежи. Вот они сидят, метание молота, да, метание копья, там, десятиборья. Ну, то есть кому-то, это, конечно, интересно, но это не может завлечь всех. Например, футбол почему завлекает, говорят, народная игра? Потому что ты взял мяч, вышел во двор, и ты можешь погонять в футбол. Хотя и то же самое, там, где есть лед, залили, это понятно. Но вот некоторые вещи, то есть сегодня, если ты выйдешь и будешь метать копье во дворе, да, тех родителей твоих, да, в комиссию, туда мне совершеннолетник отправят, в общем, да? Ну да, это странно будет. Или ты метнул молот. Ну, то есть я посмотрел олимпийские игры, а теперь я метаю молот. Ну, то есть, ну, это как бы не работает уже. это очевидная какая-то, да, такая история. А вот такие вещи, ну, понятно, что там есть лазертак, он популярен, да, среди молодежи, там, вот танцевальные, все эти штуки. То есть это, это отвечает реален, и это может привлекать молодых ребят вот к таким соревнованиям. Так что я это категорически поддерживаю. Вообще, в принципе, как тот, кто первый оседлает по-настоящему эту тему и привлечет за собой вот молодежь со всего мира, затем будет и будущее. Я очень надеюсь, то, что вот то, что мы первые это сделали, и за нами именно в этом вопросе будет будущее. Лишь бы только не начали там вводить потом допинг. Ну, вообще-то диджитал спорт, он достаточно давно набирает обороты. Киберспорт, понятно. Киберспорт, да, конечно. Но когда... Не динчаток кибер. Ну, киберспорт это компьютерные игры, это понятно. Но когда это войдет именно вот... Ну, это интересно, да. Это какая-то такая история, за которой мне, например, интересно наблюдать. Вот, поэтому прикольно. Вообще, у меня сейчас только пришла мысль, она, кажется, не обработанная и сырая, но это прикольно было, если совместить какие-то соревнования вместе, например, чтобы диджитал, само собой, ну, как он называется, фиджитал, еще добавить там чемпионат по скорости готовки яичницы. Ну, то есть, знаешь, чтобы все вместе и прямо вот... Может, там есть, они, может быть, сначала там во фрук-ниндзю играют, а потом реально шинкуют. Вот, вот, вот. Ну, то есть, знаешь, вот сделать какие-то такие необычные... Да-да-да, это было прикольно. Ну, там уже необычно, вы просто залезьте на сайт, там прям интересненько. Детские сады построят на базе вузов, а также при них будут созданы дошкольные организации, следует из ответа Миноборнауки на запрос депутата Государственной Думы Ярослава Нилова, который имеется в распоряжении РИА Новости. Ну, то есть, вот мы в прошлых каких-то позапрошлом, по-моему, выпуске говорили о том, что есть такая инициатива, что будут создавать эти комнаты при вузах, и, соответственно, это будет помогать там молодым родителям, которые в вузах там детей рожают или думают родить или не родить. А сейчас вот мы видим ответ, что это действительно будет сделано, и мне кажется, это очень хорошая новость. Это может только приветствовать, потому что это правда, поддержка молодой семьи и ответ, ну, вот на такой запрос как раз молодых людей, когда вот они вроде хотят рожать детей, а куда девать ребенка, и тут вроде все этот вопрос решается. При этом хотел бы заметить, что все-таки одно из главных чаяний молодых семей это квартирный вопрос. И то, что он, мне кажется, не решается, все-таки связано с тем, что у нас сами по себе вот эти компании строительные, которые вот все дома выдвигают, они имеют огромную прибыль, и, конечно, не хочется ее терять. И хотелось бы, может быть, я сейчас по-дилетантски на это смотрю, пишите в комментариях, может быть, там, если как-то кто-то знает более хорошо эту тему, но мне кажется, что если бы государство в ручном порядке просто, просто обязало бы, например, ты строишь там дом и, грубо говоря, одна десятка квартир, минимум, а лучше четверть квартир, это для молодых семей, и чтобы было прям вот ну совсем дешевое жилье. И тогда бы, конечно, это сподвигало бы людей, там, например, если у тебя там появился ребенок, и ты получаешь там квартиру. Ну да. Ну, по большой-большой скидке. Мне кажется, это было бы прекрасно. Но, когда ты смотришь на ипотеки, которые люди берут, мне приходится общаться с молодыми семьями, я просто вчера еще раз разговаривал с ребятами, у них там второй ребенок, молодая семья, но все равно, слышите, вот ты влезаешь в ипотеку там 8 миллионов, 9 миллионов, там, это еще мало, там, если люди все-таки где-то в Москве живут, работают там и выросли. То есть это, то есть вы закабаляете людей, то есть они не могут нормально развиваться, потому что выплачивать потом там 30 тысяч в месяц на протяжении 30 лет, ну, то есть, ну, в чем вы хотите? Мне кажется, хорошие меры, я вот слышала, что в интернете это предлагали, и в целом мне нравится такая инициатива, что, например, женится два человека, там, рано, вот у них нормальный первый брак, вот они сошлись, полюбили друг друга, поженились, им раз, дают ипотеку и сразу большую квартиру, ну, то есть, там, я не знаю, 3-4 комнаты, потом после первого ребенка списывают большой процент, потом еще, а типа после третьего ребенка вообще никто ничего никому не должен. Вот вам, пожалуйста. Еще было бы хорошо, знаешь как, чтобы эта квартира, ну, я не знаю, как это продумать, чтобы не было такого, что они в брак вступили, развелись, и квартира осталась, да, может быть, ну, какое-то условие прописать, что в случае развода, какого-то неоправданного, ну, нужно будет какая-то комиссия и все остальное, там, чтобы-то проверять, да, что в случае развода они тоже это теряют. Да, это будет некая финансовая скрепа для брака. Ну, а чего там плохого? Да, сто раз потом подумают, в общем, чтобы налево идти, или чтобы там службу угарить, или чтобы мужа своего пилить лишний раз. то есть, да, это будет несколько их сдерживать, но мне кажется, это было бы хорошо, что квартира выдается, ну, предположим, через 20 лет, 20 лет не должно быть развода. А если развод есть, то как бы, ну, это надо все продумать, но мне кажется, вот такая нераскрепляющая была бы тоже хорошая. Тут важно сейчас не бросаться какими-нибудь дурацкими инициативами, а то вас потом растаскают на мемы. Но хорошая тема, просто выдавать молодым семьям нормальное большое крупное жилье, а потом стимулировать их на деторождение. Это хорошая идея. Я просто к тому, лишь бы у нас есть проблемы разводов, да, что с одной стороны мы должны с разводами бороться тем, то, что как раз рассказывать вперед, как нужно, какие проблемы есть в браке, чтобы ребята нелегкомысленно вступали, но с другой стороны и делать такие защитительные меры в следующий раз чем-то скреплять. Да, но чем мне вот эта новость, чтобы как-то закольцевать эту тему, чем мне вот эта новость нравится? Тем, что действительно есть большая проблема для женщин, которые уходят в декрет, просто, ну, как бы остаться на плаву, потому что мир сейчас развивается очень быстро, и дети требуют большого количества ресурса, то есть это постоянное внимание, это болезни, это какие-то, ну, болезни, как у всех, там, как минимум, они простуды точно хоть раз-то в год, а то и 10 раз в год приболеют. Вот. И первого ребенка, я вот в этом плане согласна, я слышала Маргарита Тимоньян эту мысль высказывала, я с ней, в принципе, очень согласна с тем, что первого ребенка еще женщина, может быть, выносит, а вот идти за вторым, за третьим, то есть это первые три года, потом шесть лет, девять лет, но десять лет из своей жизни мало кто согласится отдать. И чтобы это было возможно, да, нужна инфраструктура, да, чтобы ребенка можно было отправить в детский сад. Кстати, в этом вопросе, почему можно прислушаться к Маргарите Тимоньян, потому что у нее самой очень много детей. Ну, у нее много детей, да. Это тоже очень важно. То есть, например, когда ты слушаешь некоторых чиновников, у которых нет детей, и они рассуждают о многодетстве, то хочется взять их язычок и прям даже обратно за зубы спрятать. Да, я тут соглашусь, да, и мне как бы в этом плане нравится то, что она говорит, действительно, просто потому, что она еще и женщина. То есть она мало того, что у нее они есть, она их еще сама выносила и родила, а это как бы тоже, знаете... Ну, я очень понимаю, я сам просто выносил Выносил пару, ну, да. Пару Маргарит Тимоньян. Короче, это правда, но на самом деле... Да я понял, Полин. В общем, женщин я бы хотела поддержать в этом вопросе, потому что еще и беременность сама это большой гармонит. Что ты еще можешь делать с такими кодрями? Я могу спеть песню про дельтаплан еще. Верховный суд Алабама признал, что замороженные эмбрионы это дети. Суд в Алабаме посчитал, что оплодотворенным яйцеклеткам должны предоставлять такую же правовую защиту, как рожденным детям. Это не первая попытка законодателей разных штатов и борцов с абортами добиться того, чтобы уничтожение эмбрионов было признано незаконным. Ранее ни один суд в США не выносил подобного решения. Ну, стоит сказать, что логика понятна, потому что, если мы говорим про стадии жизни человека, то есть эмбриональная, внутриутробная, то есть когда там уже большой ребеночек, потом новорожденный, младенчик, отрок, юноша, взрослый, пожилой, престарелый. Это все разные стадии. И не очень понятно, почему вдруг на определенной стадии мы перестаем считать это человеком. Да, маленькая стадия, но все равно человек. Вот. Это известный вопрос, на какой стадии мы вдруг добавляем права ребенку. Ну да. И почему эти права лишаются до этого момента. Я могу понять чисто по-человечески женщин, которые, вот у них нет детей, они, например, хотят сделать экстракорпоральное оплодотворение, им очень хочется пережить о материнстве, и это для них боль. И понять эту боль можно, но все-таки какой ценой. То есть, возможно, для нехристианок, для людей неверующих это просто там сгусток крови и точка, да. Но все-таки если мы ну так подходим по-христиански и христианское учение говорит определенно, что душа человека дается с момента зачатия, и царь Давид говорит во чреве матери моей соткал меня и си, то тогда у нас правда должно быть уважение к человеку с самой ранней стадии. Потому что человек это не просто некий сгусток крови, так можно, знаешь, что вот сейчас может быть странно такое прозвучит, но мне, например, категорически не нравится, когда вот у нас в формате вот войны, который сейчас идет, употребляется слово мясорубка. Мне это прям категорически не нравится. Это просто настолько неэтично, да, потому что человек это не мясо. Человек это существо, которое помимо тела еще есть душа. И когда про человека маленького говорят, что это сгусток крови, подождите, есть ли, ну опять же, для христиан, есть ли мы говорим, что душа с момента зачатия, то это не сгусток крови. Это полноценный человек. И душа, она имеет такие свои проявления, свою память и так далее. Так что, ну то, что суд в Алабаме это сделает, да, это по всему миру, эта новость разошлась, мы пока далеки от этого. Ну, кстати, в европейских странах, в Германии, есть закон на защите прав эмбриона. Поэтому они, например... У них запрещено суррогатное материнство. Суррогатное другое. Суррогатное... Тут скорее история про то, что... Ну там тоже ЭКО, кстати, делается. ЭКО. Да, ЭКО делается, но у них делается оно немножко иначе, чем во многих других местах. То есть бывает, знаете, подсаживают там типа семь эмбрионов, семь вот этих оплодотворенных яйцеклеток, и потом, сколько бы ни прижилось, там оставляют одно, я не помню, бывает ли там три, и если две прижились, то две и вынашивает. У мамы нету права, если она... Если не оба эмбриона прижились, нету права никого абортировать, потому что, ну вот, вот такая вот история. Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении понятия молодой работник. То есть у нас теперь будет вроде бы как молодой специалист, это тот, кто закончил по специальности вуз, и потом пошел по этой специальности работать. Это молодой специалист. А если ты, как я, например, закончила вычислительные математики и кибернетики, а потом на официальную ставку пошла работать в Георгиевский храм в Нахабине, не знаю, кем-нибудь, то тогда я буду уже не молодой специалист, а молодой работник. Ты у нас записана, как певча. Да? Ладно, я самозанятая. Да-да-да, у вас не записана. Я у вас не записана, я налоги плачу самостоятельно, как самозанятый. Но, кстати... Самозанятая певча. Поют тут что-то, напиваются паву. Но вот такая будет разница, и эта инициатива признана повысить мотивацию молодежи к активному построению карьеры, а также помочь в адаптации на первом рабочем месте, потому что там будут некоторые штуки, которыми будут помогать. Да, да. Некоторые штуки меры будут, некоторые, которые будут молодым работникам. Короче, категорически это поддерживаю, потому что по опыту общения, конечно, с молодыми ребятами, когда ищут работу, знаешь, они говорят, ну а как ты найдешь нормальную работу, когда везде пишут опыт работы трех лет? Опыт работы трех лет. Подожди, а я только-только закончил учиться. Откуда мне опыт работы? Как-то же нужно пробиваться. И в этом смысле, если будут какие-то, правда, преференции, меры, например, то есть ты идешь без опыта работы, у тебя маленькая зарплата, но ты первые три года получаешь какое-то там, не знаю, сверху пособие, чтобы тебя поддерживать. Ну, это хорошо, да. В общем, вот эти инновации, они меня искренне радуют. Меня иногда критикуют за то, что я, дескать, критикую о власти и все остальное. Мне кажется, вы чаще нет. Короче, я просто хочу сказать, что это круто. Ну да, я согласен. Серьезно, это... Дело в том, что эта проблема, ей очень много лет. И то, что наконец-то на нее как-то обратили внимание, это прекрасно. Я не знаю, почему на нее раньше не обращали внимания, потому что это была проблема. Молодому человеку, который окончил вуз, неважно, по специальности или не по специальности, найти было работу хорошую. Сложно, да. Было очень сложно. И если сейчас этот вопрос будет решен именно самим государством, в помощь, в первые там три года, это прекрасно. Я думаю, что молодые ребята, они такие посмотрят, спасибо. Да, 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 это очень им поможет. Ура. Ура. Владимиру Путину понравилась идея создания социальных критериев для рекламы. Речь идет о критериях, по которым рекламные ролики будут покрывать сферы демографии, поиска профессий и другие социальные вопросы. Но вот, честно говоря, я не поняла, это любые вообще, любая реклама будет включать в себя какой-то семейный нарратив, что ли? Или как? Не, я как понял, как это будет выглядеть? Ну, в общем, я думаю, что какие-то подробности мы дальше узнаем. Можно даже об этом сообщить. Если вам эта тема интересна, напишите в комментах. То ли... Ну, мне кажется, что просто какое-то будет от рекламы будет идти отчисление в пользу там демографии и так далее и тому подобное. Ну, не совсем так, судя по тому, что здесь написано. Может быть. Может быть, реклама будет... То есть у тебя в рекламном блоке должна быть какая-то часть социальной рекламы. Тут написано, что вот эти меры, которые они предлагают, автоматически все будут приводить к тому, что все рекламные ролики, то есть что бы вы ни рекламировали, будут обеспечивать контент, направленный на многодетность, демографию, на поиск ученых профессий и так далее. То есть по факту вы рекламируете порошок, и там у вас должна быть трехдетная семья. Вот я тоже в эту сторону как-то подумал, но наверняка это нереально. Поэтому мне кажется, что будет идти именно вопрос, идет отчисление. Например, ты на Первом канале решил что-то отрекламировать и плачешь Первому каналу там 100 тысяч рублей. Вот за рекламу. С этих 100 тысяч рублей 5 тысяч уходит в фонд демографии. Вот так вот. Ну, может и так. Но, может быть, речь идет про то, что когда вот есть некий рекламный блок, что в каждом рекламном блоке было что-то, демография и тому подобное. И стоит заметить, что у нас, знаешь как, вот есть такие события, которые вот исходят большое количество прямо мужчин. Такие спортивные события. Что рекламируется обычно у нас во время спортивных событий? Ставки на спорт, пиво. Ну, это пиво рекламируется так. Это безалкогольное пиво, но все понимают, о чем идет речь. Безалкогольное пиво и средства по потенции. Это основное, что рекламируется. Да, на мужские, учитывая, что я очень много смотрел спорта, и это печально, потому что ставки на спорт грех лихаимства, потенция, понятно, что это вряд ли, чтобы у тебя с женой все было хорошо. Ну, то есть, как-то это... Ну, к чему? Ладно уж. Ну, не знаю, мне кажется, это все, знаешь, алкоголь, блуд и лихаимство. Выглядит это так. Ну, хорошо. Ты святая, ты можешь думать иначе. Я просто футбол не смотрю, поэтому... Это так же, во время хоккея, это во время всех спортивных соревнований. И, мне кажется, прекрасно было бы, что когда вот есть какое-то спортивное соревнование, явно смотрят мужчины вот здесь запуливают что-нибудь там про честь и достоинство. Типа вспомни, что у тебя есть ребенок в соседней комнате, что-нибудь вот такое. Да, чтобы ты понимал, что достоинство мужское, это не измеряется не в сантиметрах, да, а в вопросах верности, что ты никого не обманываешь, там, и так далее. Это мужское достоинство. Ну, что-нибудь такое. Ну, так, чтобы, ну, правда, форматировать мозги. В Москве корь. Очаг за очагом просыпается. И мы, на самом деле, эти новости получили еще на прошлой неделе, пока вы были в Омске. Но я думаю, что актуально об этом сейчас поговорить, потому что вряд ли кори, вот она на прошлой неделе была, на этой неделе не была. Люди не прививаются, ну, то есть медики говорят о том, что люди не вакцинируются, потому что я сама лично слышала от многих, что говорят, что ну, у нас же нет эпидемии. Так у нас эпидемии нет сейчас, потому что у нас до этого, ну, как бы, был коллективный иммунитет. А сейчас вроде бы он, он, в общем, просаживается. Короче, на моей памяти, это было, ну, больше 10 лет назад, наверное, может, плюс-минус, не помню, в Москве собиралась даже конференция о том, чтобы, правда, отменить прививки от кори, потому что кори больше нет, что кори побеждена, ну, по крайней мере, в России, да. И думаю, что вот вспышки, которые сейчас появляются, связаны не только с тем, что у нас, у коренных граждан, да, которые здесь постоянно живут, что нет коллективного иммунитета, потому что, правда, почти все были привиты от кори, и кори долгое время не было. Ее обновлять надо. Я думаю, что это связано с тем, что у нас еще очень много мигрантов приезжает. Я сейчас не против мигрантов, это говорю, а это просто некая причина. Ну, об этом президент говорил. Приезжает большое количество людей, а если брать в плане Москвы, Подмосковье, то есть это высокий процент, то есть там, это, ну, несколько миллионов человек по любому случае, так или иначе, туда-сюда ходит, да. Ну, да, в метро ездит. Вот. Где, собственно, люди непривиты, и не только по отношению к кори, да, это мы говорим, это просто разные другие заболевания. И это скорее проблема, потому что, может быть, люди, которые вот советского прошлого, они пойдут и привьются. А вот что делать с людьми, которые приезжают, у которых совершенно другой подход к здоровью, это вопрос, да. Так что я думаю, что вспышка кори все-таки связана не с тем, что у нас коллективные иммунитеты, тех людей, которые вот здесь жили постоянно, что он у них куда-то снизился. И была конференция о том, что кори вообще не было. Ну, знаете, в чем тут дело? Во-первых, не так давно была эпидемия кори в Европе, где тоже уже давно кори не было, а потом она возникла. И какая причина? Ну, наверное, такая же, да. С другой стороны, у прививок к кори, я просто почему так эту тему хотела обсудить, потому что я вот сейчас пошла на диспансеризацию. Ну, и плюс я как диабетик обследуюсь регулярно. И мне мой врач сказал, что по возрасту уже пришло время. То есть я себе сейчас обновила прививку. Я не призываю никого, я про свой опыт рассказываю, против столбняка и дифтерии. Вот. И мне, соответственно, от кори тоже нужно обновлять прививку. Эта прививка, она выветривается условно. Вот этот иммунитет, он снижается. Это никак... Ну, их нужно обновлять. Я знаю, что ты говоришь. У меня так же было с коклюшем. Коклюш, привитый или не привитый. раз 10 лет всё равно. Мы болели коклюшем, тяжело болели. У нас дети там есть привитые, тоже потом болели коклюшем. Кстати, коклюшем заболели. Прививка даже была работать, всё равно заболели коклюшем. Ну, да. Он просто легче протекал, возможно. Нет, протекал он, наверное, не легче. Я сейчас, я опять сейчас ни за прививки, ни против. Не хочу, чтобы у нас на эту тему... Ну, да, да. Я думаю, что речь идёт, она гораздо, это гораздо более важная тема. Что люди, которые приезжают, у них другой подход в целом вообще к медицине. Это правда, да, 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 это понятно. Я просто могу сказать, что это... Я сейчас никаким образом не хочу идти против традиций вот этих народов, которые к нам приезжают. Но помню, мы помогали одной женщине, я не буду говорить, какую страну. И у неё многодетная семья, она живёт уже в России. И когда я просил прислать фотографии, подтверждающие, что те продукты, которые мы им присылаем, что, как бы, они доходят, она мне прислала фотографии, они кушают на полу. И для них это нормально. И я не говорю, что это ненормально. Просто у нас есть традиция, мы кушаем за столом. Они кушают на полу. Ковёр ставится и на полу кушают, да. Это традиция их народа. И в этом смысле очевидно, что есть эти традиции, они разные, и по отношению к лечению. Да, то есть у нас, может быть, мы там лечимся у нас привычной сейчас Советского Союза прививками, причём очень строго и так далее. А там может быть совершенно другой подход. В том числе, не такой цивилизованный. Вполне может быть. Так что это проблема. Как её решать, честно говоря, я не знаю. Но просто по факту мы должны понимать, что от количества приезжих людей проблемы с здравоохранением будут становиться острее. Disney недоволен своими финансовыми показателями и обвиняют в кассовых неудачах зрителей сексистов. В компании Disney говорят о том, что, мол, мы снимаем всякие разные мультики про самых разных героев, и не только про разный цвет кожи, но и разные заболевания и так далее. То есть самая разная форма тела, скажем так. И вот, мол, обвиняют зрителей в том, что им неинтересны эти мультики, скучают по русалочке нормально. Да, да, и это полный дурдом, потому что, когда смотришь мультики, и там, значит, идут какие-нибудь зверята, ну, понятно, что мультик, звери, типа, играют как люди, да, и они там всех цветов кожи, вот, и там, значит, какой-нибудь там котик на инвалидной коляске подкатывается к тебе. Ну, то есть ты уже понимаешь, что тебе что-то впаривает. Ты уже не можешь нормально смотреть этот мультик, потому что тебе что-то впаривает. Плюс эта ЛГБТ-повестка пошла, когда там у тебя кот с котом целуются. Я так образно говоря, да, то есть не буду говорить, намекать на какие мультики. То есть я просто помню, что мы, когда с детьми диснеевские мультики вместе смотрели, мы прекратили их смотреть в семья. Я даже не хочу их перепроверять, просто когда нескоро мы толкнулись на вот эту мрачную картину. Ну, в первую очередь, ЛГБТ-повестку, да, которая впаривалась, мне не захотелось. Более того, это коснулось и фильмов тоже. Диснейм эти фильмы снимает. Ну, да. И в фильмах тоже мы на это натолкнулись. И это неприятно. Реально неприятно. И ты уже потом, ну, как бы, ты думаешь, ну, ладно, окей, лучше посмотрю, может быть, там, как бы, других фирм, какие-то кинокомпании, но это я трогать не буду. Но, знаешь, что-то в ту же тему Тони Блинкен или Энтони Блинкен, который, да, Госдеп США, у них, вот, сейчас уже стало известно, они, как бы, исключили своего словаря, такие слова, как «lady and gentlemen». Ну, они не то, что исключили, там поймали его на том, что была какая-то внутренняя бумажка, внутреннее письмо о том, что вроде бы как Энтони Блинкен просил у своих сотрудников не использовать некоторых праздников. Это подтверждено. Типа там родители, не родители, а мать-отец. Мать-отец. Муж-ла. Муж, ну, да-да-да. Брат-сестра. И вот это просто, ну, понимаешь, это дурдом. Это дурдом. Это самое главное, что это не только никоим образом не защищает каких-то людей, у которых, может быть, там, какие-то особенности и все остальное, а это, наоборот, их ставит в опасное положение. Потому что вот эта агрессия, которая у людей появляется, и такое неприятие вот всех этих вводимых норм скажется именно на них. В какой-то момент вот вы перегибаете палку, а сейчас она, я могу сказать, вот мое личное мнение, это личное мнение. Мне кажется, что эту палку уже перегнули настолько. Где там? Вы имеете в виду или где? В тех странах, где вот как раз борются, чтобы все-все права, все гендеры уважить и все остальное, что там палку уже настолько перегнули, что еще чуть-чуть, и она полетит в обратную сторону. И там будут, там не просто будут запрещать там какую-нибудь ЛГБТ-повестку, там реально там сажать в тюрьму будут, убивать и все остальное. Просто то, что палку перегибаете. Знаешь как, вот ультралиберализм, он так же плох, как ультраконсерватизм. Вот когда появятся ребята, консерваторы, которые готовы будут сжигать на кострах, а такие ребята есть, то никому это, кажется, мало не покажется. Польская семья почти 80 лет жила с авиабомбой под домом. В общем, у них во время освобождения советскими войсками Польши упала на их дом бомба. Но это на самом деле не смешно, это страшно, в общем-то. И она не взорвалась. И, в общем, они не смогли оттуда никуда увезти, потому что тогда не было таких служб, которые есть сейчас, которые приезжают и забирают там любую мину во время Второй мировой войны и увозят ее куда-то там в утилизацию. Вот. И, в общем, сначала там взрослые рассказывали о том, что вот представляете, у нас тут, значит, где-то в 45-м году бомба упала и вот до сих пор здесь лежит. Потом это все, вот перестали верить уже следующие поколения. И вот три поколения прошло, начали менять пол, обнаружили там бомбу. И тут как бы внук тех людей, которых считали чудаками, вспомнил, что бабушка что-то говорила. Говорила, что у нас крышу проломила, упала и не взорвалась. Да, и не взорвалась. И, видимо, ей никто не верил. Ну вот теперь, слава тебе, Господи, все обошлось, там без жертвы всего, увезли эту бомбу, утилизировали. Но служащие вот этой организации, которая вывозила бомбу, говорила о том, чтобы в Польше люди обращали на это внимание, потому что это не единичный случай. Знаешь, и бабушка такая, что, не верили? Боже, что она. Внучок. Но вообще тут есть один момент, это то, что неправда, когда люди что-то говорят, вот, ну, старшего поколения, то молодое поколение, ну, все это легенды и басни. Это правда, к сожалению, такое есть, вот, недоверие просто словам, что, ну, типа, все это сочиняешь. Обычно это происходит подопрещение, что ты сам много чего сочиняешь, и поэтому вот свой опыт перекладываешь на жизнь других людей. Но, с другой стороны, вот это эхо войны, оно же на самом деле, ну, страшное. Я помню, вот, когда мы с женой гуляли по нашим лесам, здесь вот, рядом с Нахабин, а тут же все, вот, кровью залито, у нас здесь сражения шли, и, в принципе, мы просто в лесу натыкались на могилы старинные, причем немецких солдат, да, то есть, причем даже не все могилы были разграблены, были вот там чернокопатели разграблены, они были некоторые не разграблены. Я говорю про эхо войны. И вот то, что касаемо там снарядов, я думаю, их такое количество лежит. А сейчас, если посмотреть то, что происходит на Украине, то, когда ты просто узнаешь, какое количество снарядов выпускают, это буквально там, это тысячи и тысячи снарядов летают туда и обратно. Вы просто представляете, сколько их потом будет лежать, не разорвавшись. На складе Озон нашли запрещенные вещества. Дело было в Петербурге. Хорошо, что Озон сразу же среагировал на это. Там, видимо, они, когда принимали товар, поняли, что что-то с ним не так. И, в общем, сейчас общаются с продавцом всячески и выясняют обстоятельства. Хочу заметить, друзья, что речь, конечно, не идет про наши чашки кофе-пицца и чай-пицца. В общем, я считаю, что хорошо, что, во-первых, нашли наркотики и не будет никакого распространения. С другой стороны, как не использовать эту новость, чтобы не сказать, что у нас есть магазин Озон, который делают прихожане нашего храма для поддержки нашей деятельности. Ссылка в описании. Ссылочка в описании. Смотрите. Мы будем время от времени об этом говорить, добавлять всякие новости о том, что там новое что-либо делают. Ну и вообще там регулярно будет пополняться ассортимент. И я могу сказать, что я себе я ношу вот этот вот браслетик мой любимый «Грехи юности» мои, не вспоминай, Господи. Интересно, волосы будут считаться «Грехами юности»? Я его не в нашем магазине, но если вы будете каникалон делать, я тоже не против. В общем, на это обращают внимание. То есть у меня люди брались, как бы спрашивали, где чего. Не все знают, откуда пошла фраза «верую, потому что абсурдно». Вот многих неверующих и не знающих ее людей она приводит в полный восторг. Люди спрашивали про грехи юности, а где какие грехи сражены? Они просто кивали головой, понимаешь, на меня глядя. Слушайте, так ты же та самая Полина. Теперь мы поняли. Не самая сложная у меня юность, конечно, была, но я думаю, всем нам есть, что вспомнить. У меня юность была прекрасна. Одни добродетели. Ну, я не достигла того же уровня связи, отец Павел. Просьба всех нелюбителей змей сейчас быть аккуратнее, потому что в лесах Амазонки нашли самую большую в мире змею. Вот видео вы сейчас видите у себя на экранах. Огромная змея была недавно обнаружена в тропических лесах Амазонки. Северную зеленую анаконду, это так называется эта змея, нашел голландский биолог и телеведущий профессор Фрик Вонг. Он даже сплавал с ней, как вы видите. В общем, вы бы испугались, если бы увидели такую. Ну, вообще, когда я смотрел это видео, то я думал, ну, вообще, она же тебя просто может проглотить тупо. Не, ну, может, она не ест людей. Они глотают их. Ну, она огромная. Ну, она большая, да. Жирная такая змеина, она тебя просто проглотит. Тем более, такие случаи уже были, да, как на... Ну... Но... Давайте будем честными. Давайте. Кто является самым большой змеей в мире? Я сейчас не про жену. А я хотела про это как-то ответить. Смотря с чьей точки... Вопрос, вопрос. С каким грехом сравниваются змеи? Жадность. Зависть. Ну, первородный грех, опять же. А, кстати, первородный грех тоже. Ну, там про змеи есть. Ну, там свои особенности, потому что змей, который был в первородном грехе, он не был значателем. Змеи у него ножки были. Ржет, как лошадь. Значит, там, гавкает, как собака. Когда про... Шипит, как змея. У апостола Павла есть замечательное, что язык, как аспит. А, да. Жалящий. Дело в том, что злоречие, или, как сейчас принято, токсичный язык, токсичный человек, собственно, ядовитый язык, да, или змеиный язык. То есть, когда человек говорит как злоречие, сквернословие и так далее, это все сравнивается вот со змеей. Ну, ты правильно сказал, шипит, как змея. То есть, вот это зло, когда у тебя, ну, прям появляется на устах, ты именно как змея шипишь. И в этом смысле надо помнить, несмотря на то, что нас накинули все на садомитов, что они там царство Божие не наследуют, а вот написано в Священном Писании, что садомиты не наследуют царство небесное. Там до садомитов еще много. Там сказано еще и про злоречивых. Да. Поэтому вот эта змейка, которая в Амазонке плавает, она, возможно, в царство Божие вплывет, если звери будут в царство небесное, вползет, да, и вшипит. А вот человек злоречивый не войдет. Так что следите за базаром, друзья. А рыба сбила метеоролога с ног. Метеоролог норвежский, если я не ошибаюсь. Да, норвежский. В общем-то, считал прогноз погоды на фоне бури. И вот смотрите, что с ним было. В общем, он потом смог встать, его чуть в море не смыло. Его смыло даже в море, но он потом победил эту волну и вернулся сюда. Понимаешь как? Вот человек, неважно, опытный он метеоролог, неопытный, профессиональный, непрофессиональный, но это удача. Вот знаешь, это вот, он с утра Богу молился, не знаю, он норвежский, наверное, Одину молился, но не суть. В Норвегии с 12 века очень все хорошо с христианством. Да, я понял. Ну не суть. Вот он молился, Господи, пожалуйста, помоги, да, я там плохому уж метеорологу, у меня маленькие просмотры, сделаю что-нибудь. Вот ты стоишь, там шторм, пехолный, тут просто летит рыба 20 хвостов. Буквально леща. Да, дала тебе леща, и теперь ты известен на весь мир. Не, но очень смешное видео. Брат, мы с тобой. Вот если бы все прогнозы погоды были именно такие, это было бы шикарно. Слушайте, ну это хорошая подводка к нашей следующей рубрике «Мимомет недели». Ну, что сказать, здесь, конечно, не только про учебу, а вообще в целом про жизнь. Первое видео сверху это очарование, второе разочарование. Ты вступаешь в брак, и вот та-да-да-дан, та-да-да-дан, та-да-да-да-дан, и такой радостный, тебя засыпает рисом, потом через полгода тебя тоже засыпает рисом, только жена там на кухне. А у вас засыпали рисом? Нет, у нас счастливый брак. У нас и свадьбы не было. Вот так это. У нас была свадьба, но очень-очень дешевая, и это хорошо. Это во всем. Так, есть очарование и разочарование. Друзья, пишите в комментариях, это всегда очень интересно читать ваши истории о своем таком вот нелепом очаровании, и как оно потом, собственно, разрушилось, и наступило разочарование. Я тут вспоминаю, что был какой-то большой церковный праздник, и мне нужно было там что-то читать, и я прям к этому готовился. Там, там даже распевался, но потом «Милостивый Господь», когда мне нужно было читать, и мне там это было жуткое разочарование. И потом, знаешь, когда ты уже, я это еще пел в детском хоре, я был юношей, мне там лет 15-16 было, и вот ты идешь потом, значит, снимаешься в цирковном облачении, идешь в хор, и все три, такие, тебя ждут. Ну и что там? Вы знаете, у меня вот на самом деле про этот мем, я, во-первых, хотела бы, чтобы мы в жизни как-то закольцовывались, потому что, на самом деле, мне кажется, когда вы вот проходите эту стадию мистера Бина, всегда есть шанс вернуться на вот эту начальную стадию. Это когда ты заканчиваешь вуз, и ты такой идешь, узнаешь, умудреный опыт, там, в шапочке. Ну если про вуз говорим, на самом деле, в любом процессе, когда идет некоторое притирание, притирка к этому процессу, потом становится сильно легче. Но вообще, я так подумала, вот вы рассказываете про то, что я, ну вы знаете, да, как, например, моя мама реагирует на любые мои успехи. В общем-то, у меня, и со мной так родители общались, это сейчас ни в коем случае не камень в огород, они меня приучили к тому, что если ты что-то сделал хорошо, то тебе, скорее всего, показалось. Вот. И я, в общем, в связи с этим... Это типичное родительское заряжение самооценки, да. И я в связи с этим просто, ну, я радуюсь, я даю себе чуть-чуть времени порадоваться, если что-то хорошо, а потом просто, ну, не даю этому разрастись очень сильно. То есть я чувствую радость, благодарю за это, там, Бога, в частности, кстати. Но потом, я просто знаю, что вот если хорошо у нас день прошел, например, в работе, вот я такая сижу, думаю, вот прям успешно, то где-нибудь в 4 утра мне прилетает от вас какое-нибудь задание. Ой, да ладно тебе. Или какой-нибудь комментарий, что типа, Полина, почему у нас это все, почему Ессентуки с одной буквы С написано, я такая, господи. Полин, это называется паранойя. Это не паранойя, это просто я где-нибудь косячу. Фишка в том, что я вот сразу же, вот у меня что-то получилось, я следующим шагом скосячу. А я спокойно живу. Ну, понятно. Мне прилетает какой-нибудь, вот отец Павел, ты там что-то сделал, вы простите, пожалуйста. Я отношусь к этому спокойнее. Я, кстати, не оправдываюсь. Я просто считаю, что нужно в целом жить спокойнее и спокойно относиться и к успехам, и к радостям, и к неудачам. Надо. У меня не получается. Когда пошел на кухню, чтобы налить чай, и ситуация вышла из-под контроля? Ну, что сказать. Это касается любой страсти. Ну, в данном случае, страсть чревоугодия. Я могу сказать про себя, что только в тот момент, когда ты постоянно находишься в состоянии контроля и входишь в это состояние, когда ты, в принципе, мало кушаешь, там, мало ешь сладкого, если вообще его ешь, то тогда у тебя ситуация с под контролем не выйдет, потому что ты находишься в состоянии привычки вот как бы все сделать воздержанно. То есть подобное происходит тогда, когда у тебя в целом не воздержание. То есть, например, кладешь себе, не знаю, там, картошку с мясом, ты кладешь ее больше, чем нужно, и объедаешься. Ты решился сделать бутерброд. Ты сделал себе не два бутерброда, а три. И везде ты чуть-чуть больше. Поэтому потом ты решил ночью пойти попить воды, а заодно еще там схомячил там яичко, там еще добавил бекончика. Ну, и потом вообще такой, да что ж такое? Ну, к слову, скоро Великий пост. Вот есть у вас все шансы. И поэтому Великий пост многие ждут, и я его тоже жду, потому что когда у тебя не получается воздерживаться, то вот это время, когда тебя как бы уже обязывают все, и когда все тоже стараются, и все об этом говорят, хотя бы говорят, то это помогает. Я в прошлом, в прошлом только Великим постом, вот мне 34 года, я в прошлом Великим постом только выяснила, что гады морские, в частности кальмаров можно есть в Великий пост. Ну, там, понятное дело... Ну, женщины еще мужей едят. Ну, это понятно. Мы продаем морские гады, просто гады. Ну, и от них тоже сахар растет. Просто мне постом сложнее чуть-чуть питаться, потому что там диабет, инсулин, вот это вот все. Вот. А тут я выяснила к концу Великого поста, то есть я его отпастилась, и тут я смотрю, на трапезе есть какой-то кальмар в церкви. Живой. Ну, нет, он уже порезанный был. На подсвечнике. Это, знаете, это шутка, я тут шутку слышала про то, что позвала утешать подругу, которой парень так и не сделала предложение, она с ним рассталась. Мы заказали кольца кальмаров, я ей сказала, даже у кальмаров есть кольца, а у тебя нет. Ну, и суть важна. В общем, я этим постом планирую, в общем, хотя бы... Есть гадов. Есть гадов, да, хотя бы. Редкая фотография пульта дистанционного управления 70-80-го года. А может, и пульта. Как правильно? Напишите, как правильно, пульта или пульта. Пульта лучше, да? Редкая фотография пульта дистанционного управления 70-80-го года. Ну, это классно, что в 70-80-е все телеки было. 70-е, 80-е года. Ну, ничего страшного, Полин. Ты же закончила ВМК. Я не дам вам часы. Тебе можно не знать русский язык. Часы не дам вам я. Что я хочу сказать? Это, ну, во-первых, конечно, это смешно. Вас гоняли? Любой нормальный родитель заводит детей для того, чтобы они таскали ему еду, тарелки, пульт принеси и так далее. Я регулярно это делаю с своими детьми. И они в радость это делают. Главное, говорят, спасибо, благодарите их, благодарю тебе. И дальше тебе голосом не терят. За такое не благодарят. У нас один знакомый психолог рассказывал про то, как один-единственный раз он сидел с детьми, но его какие-то друзья попросили. Заоскорбим сейчас верующих? Нет, сидел с детьми дома, присматривал. И, в общем, они играли в игру охраны в Мавзолее. Знаете, да, эту охрану? Когда он спал, они его сторожили. Такая такая... Эта игра уже затянулась в нашей стране. В общем, он говорит, ну, они, в общем, были очень шебутные такие ребятки. Он говорит, я с ними играл, в общем, в Ленин в Мавзолее. Он играл Ленина и спал, а они его сторожили. В общем, они играли в охрану. Мумифицировали. Ну, нет, он жив до сих пор. От мемов мы переходим к вашим комментариям. Первый комментарий. Можно я прочитаю? Давайте. Про трудуборщицу. Вспомнился бородат анекдот. Правда, не очень христианский. Не знаю, почему он не христианский, но анекдот это еще из моего прошлого. Семейка людоедов поселилась в НИИ и каждую неделю съедала по одному научному сотруднику. И никто не замечал. Вдруг паника, облава, глобальное ЧП. Не могут найти уборщицу. И старший людоед говорит самому молодому. Сколько раз я тебя предупреждал. Не трогать уборщиц. Только их пропажу замечает сразу. Гениальный анекдот. Я считаю, что вот это прямо сама жизнь. Вот серьезно. Вот представьте, в храме, предположим, пропали уборщицы. Все сразу заметили, что в храме грязно. Да, да, это правда. А вот если, например, половина хора не пришла, то хор поет. Заметно. Да, нет. Ну, там только какие-то особо перфекционисты музыкальные заметят. Хор поет и поет. Не знаю. А вот если грязно. Короче, дорогие уборщицы. Спасибо вам. Спасибо вам за ваш гигантский архитруд. А вы, кстати, дорогие зрители, уборщицы или нет, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И, в общем, наш труд тоже можете оценить, нажав флот на палец вверх. Моя мама работала почтальоном, и заработная плата была небольшой. В результате заработала на минимальную пенсию, хотя ветеран труда. Труд уборщиц, дворников, почтальонов недооценен. Ведь эту работу кто-то должен делать. В 80-е и 90-е почтальон носил телеграммы, газеты, письма, пенсию. Сумка была неподъемной. Еще и в руке перевязанная пачка газет. Это правда. Это, между прочим, я знаю на личном опыте. Когда-то я решил подработать почтальоном и отказался через два дня. Это очень физически тяжело. Это просто тяжело. И после этого, когда у нас почтальон ходил, сейчас, наверное, почтальонов уже почти нет. Ну, там, письма, конечно, рассылают, еще, наверное, коммуналку и так далее. Но раньше почтальон, это прям газеты, письма, журналы. И у нас там был мужичок ходил. Я всегда с таким уважением к нему относился, потому что сам это на своей шкуре всего лишь один день. Я это прошел. Вообще, в этом смысле, конечно, вот, помнишь, у нас давно было или в прозапрошлом выпуске вот то, что Маргарита Симоньян с Бастриклиным встречалась и говорила про спривализацию наказаний. Что как-то странно, когда убийцу сажают на 6 лет, а человек, который, не знаю, вымогал что-либо, его там на 8 могут посадить. Вот мне кажется, в плане работы, ну, хорошо было бы, потому что была справедливизация работы, раз заработной платы, потому что, ну, бывает, да, какая-то сфера, приносящая гигантский доход, поэтому люди получают гигантские зарплаты. Но очевидно, что уборщица, почтальон, вот кто у нас там еще здесь был написан там, ну, сборники тоже уборщицы, так уборщики, так или иначе. Понятно, что они никогда не будут получать какие-то большие зарплаты, но труд, труд на самом деле ведь гигантский, и он, он радость приносит. Вот чистые дворы, когда вот все убрано, это же реальная радость. Вместе с другим, другим радостью. Да, 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 да. Ну, вот я думаю, про почтальонов и так далее, просто недавно была новость о том, что работа курьера стала оплачиваться выше, чем работа научного сотрудника, и даже, по-моему, президенту задавали об этом вопрос из серии, как так получается, что у нас курьеры стали получать, ну, так много. Поэтому я думаю, что что-то меняется, да, все-таки. Ну, по крайней мере, курьером точно сейчас достаточно много платить начали. Хочу сказать, что курьер и почтальон вещи разные. Курьер, это ты работаешь на какую-то фирму или на какой-то маркетплейс, и так или иначе, и для них это бизнес. Ну, да, да. А почтальон, это бюджетник. Почтальон работает от почты. Но я просто к тому... Сейчас почтальонов, правда, не так много стало в том контексте, как это было раньше. Вот, по крайней мере, я не замечал, чтобы, знаете, там, в электронном виде это уже все стало. Разносят у нас всякие щита, разносят до сих пор. Ну, я просто... Вот я хотел бы еще раз по поводу уборщиц, дворников. Это приносит радость людям. Это формирует твое настроение. Мы этого просто не замечаем. Это реально важно. И вот жалко, что их труд недооценен. Вот прям очень жалко. Так, следующий комментарий тоже я прочитаю, потому что я просил, что-либо рассказать про ностальгию. Вот, я, в отличие от Полины, человек уже старый. Вот, естественно, у меня уже есть ностальгия и прошлое. К слову, ностальгия общения 80-90-е годы. Вот яркое впечатление школьного детства. Рядом с домом, где мы жили, был овощной магазин. Овощной магазин. Ты знаешь, те люди, которые сидят на диване и... Ладно, ладно. Овощной магазин. Рядом с ним у служебного входа, где разгружались машины, привозившие товары, находились скопления деревянных ящиков из-под овощей. И вот однажды, смотрю я, рабочие, некоторые из этих ящиков подожгли, получился костер небольшой. Собралась детвора с трех дворов посмотреть на это событие. Мы стояли, делились своими впечатлениями, а потом случилось вот что. Не помню, с чего началось, но один из грузчиков принес из магазина картошки и пачку соли. Кто-то принес кирпич ржаного хлеба, и все мы, дети и взрослые, в углях от этого костра стали запекать картошку, потом все ели ее с солью и хлебом. Вкусно! Но не это было главным тогда, а вот та атмосфера доброты, которая создалась вокруг этого стихийно созданного костра. К сожалению, несмотря на то, что мы с детьми соседних дворов были знакомы и ходили друг к другу играть вместе и общаться, больше в таких событиях, как общий дворовый костер, мне не удалось поучаствовать, жаль, а впечатление на всю жизнь. Можно ли представить, чтобы подобное было разрешено сейчас и ящики давно не деревянные, и костры сжечь нельзя, да и детей в школьном возрасте редко встретишь во дворе. Знаете, я прямо это как-то прочувствовал, я не знаю, как у других, но мы, во-первых, мы сами жгли костры, сейчас и правда их нельзя сжечь, а мы их постоянно сжгли, вот раньше. И мы постоянно что-то на кострах жарили и картошку запекали, и хлеб жарили там, ну вот и так далее. Мы это делали постоянно и с домом приносили. И мне жаль то, что сейчас вот запрет на то, что костры нельзя сжечь, ну, может быть, сделали бы какие-то места специально для этого, выделенные, но чтобы, ну, это же так классно. Ну, у нас вот есть места рядом с домом, у нас вообще, на самом деле, занятная история есть. Я живу недалеко от парка Оставкино, то есть у меня вот буквально 3 минутки пройти, и там есть открытые мангальные зоны, за которые даже платить не надо, то есть там главное найти свободный мангал. Мангальная зона, это все не то, Полин. Почему? Там на самом деле просто все время такой движ, то есть там люди приходят туда, просто... Молодежь туда не пойдет, подростки... Там сидят люди, молодые абсолютно. Молодые какие? 25 лет? Ну, 20, 21, 22. Именно. А я говорю про... Тут речь идет про детвору. А, ну, это... Двора, ну, мы... Да-да-да, и мы эти костры жгли, то есть, понятно, что не будешь делать на детской площадке, мы постоянно эти костерки жгли. Ну, это прикольно. Я, конечно, понимаю, что там, да, может быть, не нужно запретить жечь костры, может быть, в лесах, чтобы не было лесных пожаров, там, ну, все это, все это понимают. техника безопасна. Ну, я сомневаюсь, что какой-нибудь костер во дворе причинит к какому-то, там, не знаю, боли и так далее. Ну, сделать какие-то специальные места для этого, но чтобы дети могли это делать. Это прекрасно. Ну, вот у меня прям ностальгия, потому что мы это делали. Мы делали очень часто. Картошечку тогда, я помню, мне не сразу она получалась, потом мы научились это делать, это было очень круто. Ну, классно. Конечно, жизнь поменялась немножко, и сейчас просто больше опасностей как-то стало. Да не стало больше опасностей. Вообще-то стало больше опасностей. Да нет, интернет появился, все то же самое. Не знаю, я считаю, что стало, просто как минимум сейчас чаще детей крадут, например, всякие незнакомые люди, чем... Да нет. Раньше, слушайте, я вот просто не понимаю, у нас вот было... Пишите, кстати, что вы на это думаете. Да просто, Полина все об этом пишет. Погодите, я просто вспоминаю о том, как вот мы тоже, я в детстве гуляла во дворе, и мы вот дети из трех соседних дворов все друг друга знали. И, ну, то есть мы прекрасно, мы друг за другом присматривали, все собирались в какие-то компании, все было нормально. Сейчас я смотрю, сейчас просто так, как стала больше вот эта вот разобщенность, да, все меньше друг друга знают. То есть мы, мало того, что мы друг друга знали, мы еще родители у нас все друг друга знали, и у нас любого там чужака, условно, который приходил на территорию, его сразу было видно. А сейчас каждый человек, который приходит вот в эти дворы, где вокруг 25-этажки стоят, ну, сложно просто всех знать. Полина, когда крадут там детей и все остальное, так или иначе неизвестно на всю страну, и именно за счет информационного мира все так и переживают. Но если вспомнить, как раньше жили, мы дрались почти каждый день. Ну, это у вас какая-то такая история была. Да ладно. Дима, у вас дрались во дворе? Да все дрались. Все дрались, Полин. Ты просто училась, умная слишком была. Я жила в Подмосковье. Так, ты дралась? Меня один раз били. К сожалению, ну, я просто вступила за своего приятеля в парке, на которого какая-то, ну, неадекватная... Мне было 16. Ну, вот. Прекрасное время. Но я, собственно, просто защищала своего друга. Я все понимаю. Я просто к тому, что было много людей. То есть ты говоришь, что сейчас время стало опаснее. Да нет, ничего не стало. Об этом просто сообщают. Сегодня кто-то подрался, все такие, о, подрались дети. Ужас. Апокалипсис. Ну, вы что хотите сказать? Вот вы как священник хотите сказать, что драки это нормально? Потому что все то же самое, все одинаково под солнцем. Нет. Что все осталось как есть. Все то же самое. В том смысле, что опасности, какие были, так и остались. Другой делал то, что раньше людей было больше на улице, больше было драк. Меньше людей на улице, меньше драк. Разрешите, друзья, наш спор. Более того, у вас на это будет пара дней. Вот прям со среды до субботы. Даже если ошибаюсь, поддержка священника дает удачу в жизни. Может быть. В общем, спасибо вам большое. У нас закончился выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам большое за всю помощь, которую вы нам оказываете вот в нашей деятельности своими донатами, своими перепостами, своими, вообще своими подележками с другими. И не забывайте про то, что у нас в описании стоит адрес магазина нашего «Пиус Торн на Азон», где вы можете приобрести наш чудесный мерч от нашего чудесного храма и поддержать наш чудесный храм в его чудесной деятельности. Всего вам самого хорошего. Берегите себя. В субботе отец Павел очнется. Всего доброго. До свидания. Да? Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok